здравствуйте в эфире программа о чем говорят вы знаете о чем говорили в самаре в это же самое время в сентябре 1909 года ровно сто шесть лет назад о том что в город приезжает великий федор шаляпин этот концерт в театре цирки олимп но сегодня театр цирка это самарская государственная филармония на ее сцене по-прежнему выступают звезды мировой величины она готова к своему новому юбилейному театральному или симфоническому сезону мои собеседники елена александровна козлова директор филармонии главный режиссер заслуженный артист российской федерации сергей николаевич куранов здравствуйте спасибо большое что пришли я начал с федора ивановича шаляпина действительно больше века назад вот в эти самые дни самарцы готовились к встрече и спустя сто шесть лет я знаю мы и сегодня готовимся да потому что буквально на днях должно произойти события связанные с тем с приездом да именно так именно так именно так мы готовим концерт давным-давно уже мы видим переговоры тлина сан может подробнее расскажет об этом как велись переговоры с михаилом который должен приехать к нам да и как 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 мы планировали этот концерт да нам очень непросто было пригласить достаточно востребованного такого замечательного певца михаила казакова который просто графика концертный расписан солист большого театра заслуженный артист россии просто бас номер один он любезно согласился поучаствовать в нашем концерте будет в репертуаре как раз звучать тоже произведение которое исполнял свое время и федор иванович шаляпин да для нас это очень важно очень символично мы не назвали дату 21 сентября и брельеф открывается и концерт да все в одно да брельеф это инициатива общественности города вот и мы совместно тоже с органами власти с публикой будем как раз тоже отмечать эту замечательную дату я думаю конечно намеренно собственно так и сделали совместили эти предприятия потому что это действительно некая акция причем она связана не просто с датой концерта шаляпина потому что ну да многие великие артисты выступали и в старом здании филармонии в новом уже здании которые уже давно не новые скажем так и почему именно федор иванович шаляпин нам задают этот вопрос довольно часто и даже какие-то полемика возникает связи с этим с нашей точки зрения все мы деятели культуры да не только культуры вообще вся россия довольно много должна федор иванович шаляпину за те гонения которым он подвергся когда он уехал за рубеж свое время а великие гений русской земли и это именно гениальный певец это признано всем миром недополучил не только почести а вообще просто дань уважения да и вот мы начинаем отдавать долги что называется и нам очень приятно что в ручь и для самих себя для самих себя прежде всего для вот нашего культурного пространства осознание себя в этом культурном пространстве и конечно то что мы с нашими вот общественниками с леонидовичем рафельсоном откопали в связи с этим это очень интересно потому что оказывается эти связи намного прочнее и сильнее и сакральнее я бы даже сказал да вот лисан об этом не многие да знают о том какое вообще какую роль играл самара как раз жизни федора ивановича шаляпина дело в том что он на протяжении всей жизни носил вот ну просто вот такой сокровенный можно сказать ладонку да с куст частичкой самарской земли причем эта земля была с могилы его матери которую он искал и ну не совсем там успешно да нашел но по крайней мере он посещал то кладбище как раз перед концертом самаре и для него это просто да она была здесь похоронена да вот но к сожалению могилы не было найдено но вот эта земля вот эта ладонка она протяжении всей жизни просто на на хранила оберегала его вот и я так понимаю тоже конечно немалую роль сыграл на вере успехи сейчас и о других событиях которые связаны с филармонии поговорим я просто помню что в прошлом году дуб сажали тоже шаляпинский ну это тоже это часть той самой программы интересует росток то как появился да да принялся на нем уже есть листочки да причем это дуб это потомок того дуба который федор иванович вот много лет назад знаете дело даже не в том тот дуб важен важен сам факт вообще памяти конечно тот это джолубь не тот это джолубь главное что самара что мы помним что люди приходят туда интересуются мы замечаем что люди подходят к этой табличке читают внимательно смотрят спрашивают даже подрастающие поколения прекрасно знает то такой федор иван шаляпин вот это то и самое главное ну и конечно это эстафетная палочка она непосредственно вливается дальше дальше в наш репертуар давайте 1 октября международный день музыки традиционно это симфонический оркестр это бенефис михаил александровича щербакова это александр гинзин наш драмный друг филармонии с которым мы провели множество проектов том числе вот в рамках 75-летия осенью прошлого года мы ездили в москву и выступали лучшие площадки москвы зале чайковского вот сейчас вниманию зрителей гинзин представит первый концерт шопена для фортепиано с оркестром оркестр будет исполнять симфонию манфред это все у нас это 1 октября грани сезона конечно понятно гораздо шире чем 1 октября просто международный день музыки признана юнеско конечно мы не можем у нас там фестиваль фестиваль да тоже такой каскад получается да в этом году мы пошли да у нас юбилейный год 75-летие поэтому в один большой фестиваль мы объединили все лучшее что накоплено филармонии за эти годы это была и страничка у нас фестивале самарской осень вернее будет вот сейчас в октябре месяце где тоже выдающиеся исполнители примут участие это будет сольный концерт дмитрия когана давно очень не была нас сам был березка под управлением надежды надеждиной сергей жилин тоже наш дравний друг филармонии сажаем березка приедет к 75-летию вот именно на юбилей да 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 ага и вообще много очень мероприятий конечно же запланированы и производится уже в течение всего сезона предыдущего потому что мы же в апреле месяце было указ от 15 40 года поэтому в апреле уже была дата по сути дела но мы традиционно празднуем это в октябре и уже в январе месяце мы начали мероприятие которые были посвящены 75-летию это были концерты говорили весной говорили да летом даже отчитывались были творческие встречи были встречи с нашими давними работниками с ветеранами мы просто вспоминали наши программы это шло такой таким циклом вот один из этих концертов будет 21 сентября большую на большой на большой сцене мы будем говорить вообще о работе филармонии конечно же и будет такой сольный концерт ретро панорама такая в исполнении ольги волковой солистки и наши музыканты еще раз да извините 21 сентября 1830 да 21 сентября 29 сентября 29 сентября 21 у нас у нас мы говорили двадцать 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 девятое число предпоследнего день сентября конечно очень интересны были эти концерты мы очень много интересных людей встречали у нас были люди которые уже давно не живут и в самаре и даже в россии при тем не приезжали встречались и было очень так сказать радостно этих этих людей видеть и слышать чтобы не запутать сергей николаевич смотрите юбилейный концерт 70-летний у нас двадцать третьего двадцать второго или двадцать второго октября октября это концерт традиционные нам 75 он будет включать в себя конечно же выступление симфонического оркестра выступление наших солистов симфоническим оркестром и коллективов конечно мы сейчас формируем окончательно программу оговариваем ее там требуется конечно довольно серьезная подготовка но всегда такие праздничные концерты они чреваты тем что они продлевают очень да и хочет всем хочется что-то сказать мы к этому относимся очень спокойно да поэтому мы хотим сделать большой концерт в двух отделениях чтобы все успели высказаться всех приглашаем на наш юбилейный концерт конечно же все что мы хотели в этот день сказать мы не скажем потому что слишком много музыкантов и много кто хотел бы вообще сказать об этом конечно все продолжить да но я думаю что мы в какой степени форме концерта это будет показано как хорошо давайте за рамками концерта у нас еще и будет выставка проходить до подготовили фоне филармонии да в настоящее время она готовится уже много экспонатов там будет представлено причем которые не были представлены никогда это например из авторских коллекций наших самарских коллекционеров уникальные фотографии как раз того времени когда зарождался цирк олимп то есть все что окружало филармонию то есть знаете я вот перебью но я бы вообще на эту выставку отдельно водил потому что антракт это так мало да вот в промежутках между выступлением не хватает чтобы я просто сталкивался может быть либо еще раз либо отдельно пройти и посмотреть и почитать и поглядеть на фотографии потому что я знаю что готовится замечательная совершенно экспозиция хорошо еще вот березка приезжает я так понимаю позже до 25 потом кто-то еще ведь было что-то меня хор с рейтинского монастыря из москвы 30 октября до основы программы тоже да в рамках наших юбилейных торжеств да опять же очень востребованный замечательный коллектив конечно пойдет самарская публика обязательно поеду да ну александр филипенко наш тоже давнишний партнер который приезжает тоже в это в тоже в рамках фестиваля тоже показывает свой свою программу новую это всегда тоже очень интересно международный фестиваль искусств самарской осень это все накладывается вместе правильно конечно в рамках фестиваль фестивалью наши представлены страничка и органов фестивале вот например ноябре месяца у нас выступит величайший просто организм современности на джи хаким он французский организм мы проводим это мероприятие совместно с альянс француз самара мы с ними очень тесно сотрудничаем вот и весной еще тоже будет по их линии выдающийся органист и рискеш тоже на нашей площадке выступать вот поэтому сезон очень конечно насыщенный очень яркий изобилует новыми именами и конечно концертами я помню как мы леву кривера всегда встречали да да и вот тоже мы ждем на день рождения баха 21 актива марта потому что огромное количество поклонников у него здесь хорошо дни высокой музыки в самаре не высокой музыки дмитрия когана в этот раз он будет сольным концертом это у нас такая редкость потому что как правило с оркестром выступала это сольная программа и как раз будет наверное уникальной возможностью слышать прикоснуться как раз именно вот ну более индивидуально может быть более до чистому звучанию да более в таком интимной наверное такой обстановке до сольные выступления подсказывать совсем мало времени давайте еще какие интересные у вас события это очень много чего тоже пианистка который сейчас она живет в германии тоже гордость вообще нашей страны очень давно у нас не было тоже ожидается в ноябре месяц с нетерпением ждем этого концерта и надеем слушатели тоже конечно будут вознаграждены потом из таких событий этого сезона все знают наверное что конкурс чайковского недавно прошел и тоже большой успех я так понимаю менеджмента филармонии что у нас будет выступать первая премия конкурса чайковского дмитрий маслеев это тоже большая вообще удача потому что уже человек расписан на годы вперед и это будет мартинетисы да да это 23 марта мы уже сейчас это знаем уже все спланировано так что тоже замечательно можно далеко вперед глядеть традиция теста та самая которая была заложена еще 50 и 60 и годы когда фактически московская афиша да она проецируется на самарскую сцену мы стараемся это поддерживать хотя конечно с каждым годом все тяжелее и тяжелее нам дается но они с удовольствием есть к нам едут потому что вот в креслах сидели многие известные исполнители музыканты артисты которые приезжают выступают на сцене филармонии не только филармонии в театре опера и балета и они говорят что ребята мы в самару едем с огромным удовольствием нам это чувствуем сами что они с удовольствием едут но конечно чисто финансовые условия нам пока да усложняют жизнь усложняет мы стараемся изо всех сил так чтобы наша афиша не понижала свой уровень так сказать эстетический но надо сказать что не надо забывать о своих исполнителях потому что они подчистую ничуть не хуже чем наши заезжие поэтому мы в этом сезоне повторяем какие-то наши программы которые особенно удались последние годы это касается 21 абонемента вот мы только открыли в сентябре месяце и дальше мы будем да по куджаре была программа с камерным оркестром и у нас будет это продолжение мы будем показывать и ожидание любви и эхо любви посвященные анне герман то есть те программы которые были востребованы в прошлом сезоне система абонементов да это великая вещь на самом зале конечно да это 141 концерт сезона да это 28 видов абонементов это доступность конечно если ты приобрел заранее но все знают преимуществует абонементная система самое главное ты можешь спланировать ряд места время посещения я не знаю есть ли она в других городах есть конечно есть но не везде так развита мы в числе вообще филармония в числе пятерки лучших филармоний россии по-прежнему да поэтому абонементная система дает возможность сделать некую преемственность есть детский абонемент есть для подростков и студентов я почему сейчас про них вспомнил потому что сколько я понимаю на новый сезон еще не все абонементы разобраны или уже ну большинство ну в основном уже да да уже сейчас начинаются даже первые концерты надо поспешить все к сожалению время подошло к концу и с приближающимся юбилейным сезоном вас я думаю мы еще много раз встретимся и поговорим поговорим о каких-то отдельных выступлениях и гостях единственное что хотелось бы напомнить о том что программа о чем говорят теперь в эфире самарского губернского радио так что не получилось посмотреть можете услышать радиоверсию беседы в 21 00 а вам спасибо большое спасибо спасибо всего доброго